всем привет долгожданная охота на самца косули у нас сейчас можно сказать межсезонье охота началась еще в мае уже давно я не охотился на косулю на потравах в этом году решил что надо добыть хотя бы одного козлика пока я выбрался уже у нас травы поднялись где-то в грудь где-то выше где-то в пояс вот перед охотой решил проехаться посмотреть наличие зверя в угодьях ну как бы наличие зверя в угодьях то есть но просто сейчас обнаружить его тяжело даже в кукурузе молодой она уже выше колена уже в некоторых местах видно верхнюю часть только корпуса охота осложнена чуть попозже где-то концу июля уже будет у косули гон уже самцы будут реагировать на монок уже начнут убирать злаковые в общем будет полегче плюс у меня нет карабина у меня гладкоствол нужно подходить на хотя бы где-то метров 40 примерно чтобы для уверенного выстрела а то и на 20-30 все это конечно осуществимо потому что есть зверь самцы косули у нас подразделяются на трофейных и не трофейных трофейные это три отростка не трофейный стоит где-то около 40 долларов а трофейные стоит в 1 и 7 раза дороже сегодня вечером у меня разведка поездим по угодьям посмотрим поищем посмотрим где есть самцы где нету но вообще возможно увидим не увидим все-таки у нас охота на косулю это лицензионный вид и она проходит только с егерем поэтому конечно лучше сразу удостовериться плюс никакой гарантии конечно нету что мы его добудем вот и первый козлик мох похоже трофейный рога большие здесь к нему можно было бы подойти тут справа слева трава высокая канавы а карта узенькая по которой он ходит где-то его потерял вот рога большие на хорошие рога насколько мне видно через камеру сейчас мы понаблюдаем посмотрим что он будет делать потом переедем в другое место для меня конечно лучше не трофейного но мне эти рога как по стоку поскольку больше за мясом ну и за самой охоты лучше дешевле но в принципе так какой попадется такой и и будет нормально пока увидели одного очень такого хорошего самца насколько я мне в экран камеры плохо видно и бинокль у меня такой не не сильно хорошо приближает но самец крупный по всей видимости рога высокие скорее всего что там они но хорошие ну вот здесь такие поля более-менее есть пару полей конечно что не увидишь косуль совсем одно увидел это уже радует то есть можно приезжать пробовать ходит вот там еще косуля непонятно самец или самка вот он ходит вроде самка поскольку я вижу непонятно вроде самец да по-моему по-моему самец вот к этому тоже можно было бы пробовать по канаве подходить так ну вот уже вторая особь солнышко опускается косульки выходят сейчас еще в одно местечко проедут егерь завтра будет с утра не занят то можно принципе завтра и попробовать утром и походить конечно был бы карабин было бы это все несколько раз проще вот мой бинокль в камеру лучше видно чем в бинокль даже не бинокль а монокль пока я тут разговаривал с вами вообще рядом нарисовалась косуля так каналу сошла вот здесь в канаве буквально 100 метров от меня вышла а вот там еще вот так вот их много так но это самка это самка да это самка стопроцент вот там стоит а это молодой самец это вообще то что нам надо маленькие рожки меня заметил не заметил да вот такого бы добыть вообще красота было бы сейчас тихонечко пойдем не будем его 3 возок надеюсь у нас не испугается козлик молодой красивый не трофей не вкусный стоит себе стоит себе не боится не бойся меня я тебя сегодня не буду добывать с карабина можно было бы уже стрелять по ним вот этот козлик смотрит на меня а вот козочка где-то на вот она ходит козочка молодая тоже походу козочка приехал в еще одно тут по весне тут всегда ко встречал когда на подсадную ездил но сейчас нету солнышко спряталась и вылетела комара море 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 и как раз я не взял пшикалку нету поеду я наверно вернусь на ту карту делать видел 3 косули самца и самку и непонятно еще кого только заедут с другой стороны карты пока еще светло и просмотрю там тут нету но почему-то все козы по кукурузе ходят кукуруза такая в колено чуть выше короче не подкрадешься особо ну что наконец-то вечер охоты это уже следующий вечер уже записались выехали в угодье сейчас пока ищем коз точнее козликов и когда найдем будем пробовать ним подходить сейчас едем туда где я вчера видел этого большого козла с большими рогами посмотрим там а потом поедем на второе место где были три штуки но надеюсь что то получится сегодня увидеть по крайней мере если сегодня не получится охота то завтра утром выйдем и уже будем пробовать с утра зарядил дождь такой конкретный сейчас уже чуть-чуть начинает распогаживаться не знаю как это повлияет на выход косули сегодня вечером но будем надеяться что в положительную сторону все ищем косуль подъехали на вчерашнее место где вчера вот три косули ходила на этом поле сейчас пойдем потихонечку будем здесь крутиться уже до самого заката смотрите есть у меня два маночка вот один такой из рога косули сделан один и деревянный делает это мой хороший друг женя мы с ним учились потом работали вместе в общем я его знаю очень хорошо жили в общаге в одной комнате и вот он решил продолжить дело отца и делает замечательные манки на гуся на утку вабы на волка вот на косулю на лесу раненый заяц делает я не умею правда пользоваться козьим манком ну как-то не довелось мне практиковать это вот сейчас буду учиться сейчас вот именно в это время наверное козел еще не реагирует потому что он не начался гон чуть чуть попозже начнется где-то второй половине уже июля ну как то так короче надо тренироваться в общем парень хороший старается делает но не красота ли такой подвесик этот манок он попросил чтобы я разыграла среди своих подписчиков так что кому нужен ну кому реально нужен кто хочет себе такой заиметь пишите комментарий что участвуете в розыгрыше и уже на рандомайзере я выберу он выберет рандомайзер выберет победителя где-то через недельки две после того как выйдет видео примерно в моем инстаграме я опубликую победителя и под этим видео в комментарии тоже отмечу тот комментарий который победил а кто не хочет играть или просто хочет купить поддержать моего друга а я оставлю контакты вайбер инстаграм общайтесь чувак классный а сейчас все нечего разглагольствовать надо идти охотиться вот на вчерашнем месте пока не видно ни одной косули погода их смущает они не хотят выходить ясно в общем побудем либо до ливня либо до темноты ну что тучи ходят гремит вот там прям явно видно что гроза и строка нет у меня пол у 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 мы не видели вообще косуль просидели до самой темноты но гроза была дождь начался и уже мы когда выезжали с угодья чуть не сбили козла буквально пять метров от машины перебежал дорогу а вот сейчас утро у нас 4 часа лег такой очень плотный туман нифига не видно и вот уже мы вышли с машины пришли тут буквально сто метров и вроде как это самка короче было тоже не видно где-то расстояние было 40 метров перескакивал дорогу можно было бы но стрелять если бы я был уверен что это самец вроде как это была самка непонятно в принципе подкрасться получилось вот Продолжение следует... 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 Ах, трофей. Трофейный! С полем! Да я тебя хоть сниму подписчиком. Вся на азарце. Всё же, чего в форму пришла. Добыт козлик трофейный. Эмоции, конечно, мы испытали с Олей вообще. Туман вообще утром был такой плотный. Уже сейчас немножко рассеялся. Мы вот вышли в очередное место, наверное, в третье или четвёртое за утро. Коз не увидели. И потихоньку возвращались к машине. Я увидел, что коза идёт в сторону дороги, как бы к нам получается практически по диагонали. В камеру посмотрели быстренько. Раз, козёл. И всё, я начал подходить. Даже скинул кроссовки и босиком, чтобы не шуршали ноги. Потому что тут гравейка такая, она шуршит, когда идёшь. И босиком и шёл в носках. Ну и подошёл к нему где-то с расстояния около 30-40 метров. Два первых выстрела я делал. Со второго попал. Попал и уже думал, ну всё, он упал. И там уже как бы, думаю, ну всё, доходит. И я как бы отпустил ружьё. Я на расслабоне подхожу, думаю, всё, ура, уже ликую в душе. Думаю, капец. Первые, можно сказать, попытки добыли козлика с первого выхода. И тут он подрывается у меня с под ног и пошёл, короче, в канаву. Ну не быстро. Пошёл в канаву, я ещё два выстрела делаю. А я не взял с собой патроны те, что в ружьё зарядил. Остальные в машине. Думаю, ну что, мне четыре выстрела не хватит. Козла добыть. И он в канаву сиганул. Я смотрю, и в канаве остался. Побежал, машина рядом была. Побежал за патронами в машину побыстрее. Взял патроны, Оля смотрит. С канавы не выходит. Я подхожу уже к канаве, там, где он лежит. Он уже подрывается уже дальше, далеко. Ну, когда я его заметил. И в другую канаву побежал. Но уже побежал прям так, как настоящий, как будто не под ранок, ничего. Поскакал. Я его наперерез. Оля молодец, смотрела, зашёл ли он на эту дамбу, не зашёл. Мы тихонечко обошли. Ну, непонятно, тут он, не тут. Решили, что надо идти брать собаку, чтобы наверняка уже съездили по-быстрому домой. Сейчас Оля её на поводке вела. Я тут встал на дамбе. Думаю, что если... Ну, у меня тут обзор выше, большой. Вот сними здесь обзор. Здесь у меня обзор хороший. То есть я бы мог, если бы он где-то подорвал, и опять побежал, я бы мог право-лево стрелять. Ну, вот он стоял вот здесь вот. Я уже услышал, когда шёл тихонечко, что-то шорхнуло. Я смотрю, он стоит такой, уже еле-еле стоит. Ну, я его добрал. Специально тут поближе к голове стрелял, чтобы меньше мяса попортить. Ну, как я его уже, когда стрелял последние два раза в него, когда он убегал от меня, как я не попал, не знаю. Но это уже всё на каких-то эмоциях. Но адреналинчика хапнули вообще. Я не знаю, как Коля, у меня, о, вот тут подпирает. Сейчас мы будем его ошкуривать. Будем тестировать наш якутский нож. Душа ликует, трофей добыт. Класс. Сполим? Спасибо. Тебя сполим. Благодарю. Чива не успела, да, поработать, посмотреть, где козёл? Я сам его обнаружил. У Чивы ещё остался один щеночек, уже они большие, почти два месяца. Так что, кому интересно, девочка такая красивая, хвостиком виляет, бегает, ищет хозяина. Кто хочет приобрести, связывайтесь со мной. Чива, ты как будто бы и не рожала. В прекрасной форме. Козлика закрыли. Сейчас будем тестировать якут от стальных бивней в деле. Ну, разберём его, и я пару слов скажу об этом ножи. Так, ну что, козлик, спасибо тебе. Приступим. Я его ещё ни разу не точил. Особо я им, правда, ничего не делал. Такого серьёзного. Давно я не разбирал козлов вообще. Давно я на них и не охотился, давно не разбирал. Козликосуля разбирается практически как заяц. Большой. У нас их и называют польскими зайцами. Блин, одному не сподручно. Оле надо к зубному, она уехала. Так бы придержала, где было бы быстрее намного. У нас по-лёгким. Две две кортечины попало. Две кортечины попало, и он ещё так долго бегал с ними. Вот она сюда, через лопатку. Первая сюда прошла, а вторая где-то под позвоночником. И он ещё где-то больше часа от нас бегал. Подой, чуть сильнее. КОНЕЦ зря я конечно так по костям лупил ты подошла к концу наша охота ножик я протестировал ну че как вам сказать все было нормально до того как я начал рубить вот эту вот кость на задней ноге маленькие косточки он справлялся с ними нормально пару раз ударил сразу не посмотрел и вот прям выщерблены конкретные но это я сам виноват тут нечего придется просто его кому нибудь отдать на перезаточку и все не скажу что это самый удобный нож в плане разбора есть у меня ножи по ухватисте поудобнее но в принципе я думаю что если будет зверь побольше то им будет вообще нормально работать там какой нибудь лось или кабан а так в целом он короче мне понравился кто думает себе покупать якутский нож ссылка по промокоду ЧИВА 5% на ножи от стальных бивней все таки это тестовый образец я его и затестировал ну че не жалея ну больше я так не буду делать конечно это я уже ну погорячился у меня в машине есть топорик такие дела если что надо топориком делать либо просто обрезать тут эту ногу по суставу первый получается выход отличный козлик конечно дал он нам мне адреналина вообще и я немножко переживал что мы его не добудем но получилось хорошо что мы его добрали это самое главное что он не умер там где-то и не кормил хищников давно я не был на этой охоте уже где-то может лет 5 в целом мне понравилось как вам понравилось нет оценивайте видео подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях